Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. Перенять опыт Японии намерен Казахстан. Речь идет о технологиях очистки водоемов и привлечении японских ученых-океанологов к работе с научно-исследовательским институтом Каспийского моря. Об этом и не только говорили министр водных ресурсов и посол Японии в Казахстане. До этого Нуржан Нуржигитов был в регионах, где также обсуждали вопрос обеспечения водой. Вопрос обеспечения водой важный и затрагивает все отрасли. Недавно и премьер поднимал эту тему, и, как сказал Смаилов, в целом по республике требуется реконструировать большое количество водохранилищ. Поэтому данную работу нужно вести поэтапно и в первую очередь следует делать акцент на самых приоритетных проектах. Модернизировать нужные межхозяйственные и внутрихозяйственные каналы на орошаемых землях в Восточно-Казахстанской области, куда премьер выезжал в октябре. Тот же регион посетил и министр водных ресурсов и ирригации, а Нуржан Нуржигитов ознакомился с состоянием гидротехнических сооружений в Восточно-Казахстанской и в Абайской области тоже. Глава ведомства посетил недостроенное водохранилище «Караколь» в Уржарском районе, которое позволит обеспечить водой 63 хозяйства и обеспечит поливной водой более 6,5 тысяч гектар сельхозземель. К слову, Аким Абайской области, где был глава ведомства, выступая на брифинге в Астане, тоже поднимал вопрос обеспечения водой. В частности, питьевой как в селе, так и в городе. По поручению Акиму уже создана рабочая группа, и он признал существующие проблемы с водой. В частности, вблизи города Семей есть такие объекты, мы по ним работаем, ситуация нам понятна, но тем не менее мы с подрядными организациями отрабатываем, и вопросы эти решаются. Хотя, конечно, есть водопроводы, которые вы говорите, на самом деле деньги какие-то были потрачены, все эти материалы переданы в правоохранительные органы, они этим вопросом занимаются. Естественно, мы вопросами, тем не менее, мы с повестки дня вопрос водоснабжения не снимаем. Перед Министерством водных ресурсов и ирригации стоят вопросы не только водоснабжения, но и очистки водоемов. Тут помогут мировые технологии, примеры, перенять японский опыт, намерены наши чиновники. Как рассказал Нуржигитов, японскому послу стоят большие вопросы по повторному использованию воды после канализационно-очистных сооружений, например, еще вода, которую используют промышленные предприятия. Очень рад, что мы с вами встретились. Мы знаем, что такие проблемы тоже есть в Японии, и вы довольно-таки хорошие решения приняли, современные, и мы будем очень рады, если мы здесь найдем точку соприкосновения и будем с вами сотрудничать. В ответ посол Японии отметил, что компании, которые работают в сфере водных технологий, хотят реализовывать разные проекты в нашей республике. Ну а глава ведомства предложил привлечь японских ученых-океанологов к работе с НИИ Каспийского моря. Чтобы появились новые водохранилища, так нужно и Казахстану нужно привлечь и инвестиции. Один из фондов, с представителями которого встретился Нуржигитов, заинтересовался в водных проектах, и теперь идет работа по привлечению иностранного капитала, возведение канализационных очистных сооружений в Кокшетау. Они позволят повторно использовать воду и избежать расходования питьевой воды на орошение. Поэтому первый вопрос стоит накопление воды. Вот то, что у нас во время весны, это паводки, это вот стаяние снегов, паводки. Мы сейчас определили 20 водохранилищ, который мы будем строить до 1927-1930 года. Планируем накопить на около 4 кубок километров воды. Привлечение инвестиций в реализуемые проекты является одним из самых основных направлений, которые разрабатывает Министерство водных ресурсов и ирригации. Согласно концепции развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 1924-1930 годы. Ульна Румаровых, Медиар Ильясов, ТДК-42. Экспортеры предлагают оцифровать и сделать прозрачными планы перевозок продукции АПК. Озвучили они свое предложение на заседании штаба под председательством министра торговли и интеграции. Уровень экспорта сейчас снижается, и производители видят свои пути решения. Еще компании озвучили проблемные моменты, которые необходимо устранить. Что мешает экспортному потенциалу, и почему, несмотря на усилия, он не растет, расскажет наш корреспондент. Это Казахстанско-Китайский комитет по сотрудничеству, который прошел сегодня в Астане с участием первого зама премьера и зама председателя Госсовета КНР. Обсуждали активное межправительственное взаимодействие в разных отраслях – это торговля, энергетика, логистика и транспорт. Ключевое слово на встрече – это партнерство. Тут же подписано межправительственное соглашение о взаимном учреждении культурных центров, а также рабочий протокол нашего Минсельхоза и Главного таможенного управления Китая по согласованию фитосанитарных требований к экспортным партиям свежих культур из Казахстана. Кстати, рост перевозок зерна в Китае активный в три, а то и в четыре раза, а контейнерные перевозки тоже выросли, отметили экспортеры. Каждый год у нас проходит встреча прием-передача поездов на стыках с китайской железной дорогой. Этот протокол согласовывается, там прямо тот грузоотправитель, этот грузоотправитель, ну, на именование грузоотправителя не пишется, конечно, но в целом общий объем согласовывается. Например, в этом году мы полностью исчерпываем пропускную способность направления Китая, потому что у нас 28 общих есть, мы 27,6 где-то по итогам года будет. Ну, один из барьеров вы сказали, вот эти параграфы, в этой части мы тоже поддерживаем, что это на станции должны были открываться. К слову, экспортерам было, что обсудить, например, сложности с перевозкой, несмотря на то, что есть большие внутренние резервы, везти продукцию просто не на чем. По плану перевозок на ноябрь 23-го в экспортном направлении заявлена потребность транспортировки 8,5 миллионов тонн грузов. Из них согласовано только 3,6 миллиона тонн, то есть по 4,9 миллиона. Грузоотправителям отказано. Вопросы мы проработаем с Минэнергией и Минтранспорта, сказал Арман Шакалиев. С учетом предложений, высказанных на то, что мы должны оперативно реагировать и в первую очередь работать с основными дополнительными планами. По док-планам, с учетом предложения ежемесячной возможности публиковать незакрытую информацию, хотя бы по АПК, где у нас проблемы есть, чтобы мы могли, коллеги все могли видеть, что, в каком направлении, какие есть, условно говоря, как я сказал, возможности, какой объем идет куда. А вот по информации председателя КАЗ Грейн экспорт наоборот уменьшился. Тут нужна ясная и понятная картина по железнодорожным мощностям, чтобы эффективно планировать перевозки. Раньше был четкий план и была возможность регулировать свои отгрузки, а теперь в Китае, Среднюю Азию, а также в Афганистан ничего нет. Вообще. И в прошлом году, например, все экспедиторы, которые были, они были заняты, у них все вагоны были загружены. А в этом году 50% парков просто простаивают зерновых, крытых вагонов. Несмотря на трудности, в 2023 году перевозка грузов по железной дороге увеличилась наполовину по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в декабре ожидают новый рекорд. Чтобы картина экспорта была прозрачной, нужно оцифровать и сделать прозрачными планы перевозок продукции АПК. Надо автоматизировать рассмотрение заявок на перевозку, чтобы грузоотправитель знал, почему отказали и на каком отрезке не пропустили грузы. А также, какие участки пути максимально загружены и через какие направления можно отправить на экспорт. Эту мы информацию ранее видели. Сейчас этой информации нет. И то, что мы сейчас и по повестке, и по динамической модели будем смотреть, и в том числе по согласованию основных и дополнительных планов, бизнес этого не видит. Если решить вопросы по каждому озвученному пункту, то экспорт вырастет, и возможности у производителей будет больше уверенной в штабе. Вопросы касательно работы аэропорта и авиакомпании стали предметом обсуждения на общественной приемной в Уральске. На базе Востушной гавани имени Маншук-Маметовой состоялась встреча, которая направлена на поддержание общественного порядка на объектах железнодорожного и воздушного транспорта. Наши корреспонденты выяснили, что беспокоит пассажиров чаще всего. Изменения погодных условий вызвали много вопросов касательно работы аэропорта и авиакомпании. В целях разъяснения ситуации жителям и обеспечения безопасности представители линейного отдела полиции, прокуратуры и юстиции также партии Ахжол провели прием граждан в международном аэропорту имени Маншук-Маметовой. Вопросы касательно нашего аэропорта, она сейчас актуальна в соцсетях и во всех остальных мессенджерах. И я давно уже хотел, как представители Ахжола, приехать, посмотреть, как здесь все, как соблюдается режим, как работаю, идет техническая база и так далее. В ходе встречи в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Правопорядок» обсуждены вопросы соблюдения закона и принципа нулевой терпимости к правонарушениям. Часто нарушения выявляются в ходе досмотра, то есть попытки провоза запрещенных веществ. Также запрещено находиться в состоянии опьянения и курить. По таким фактам заполняются административные протоколы. В ходе приемной мы еще раз напоминаем об этом. Основные вопросы, которые поднимали жители, это увеличение количества рейсов по направлениям Астана, Алматы и Атрау, а также изменение расписания. Для решения вопроса уже ведутся переговоры. Если авиакомпания изъявит такое желание, готова увеличить количество рейсов в Астану, Алматы и Атрау. С нашей стороны мы отрабатывали, провели встречи с авиакомпаниями, предложили им наши условия, предложили увеличить количество рейсов. По некоторым направлениям мы дополнительно работаем. Это как недавние новые направления, чартерные, где авиакомпании изъявили желание. По внутренним управлениям на летний период времени флайера стануличило количество рейсов в Атрау. СКАД заявлялись, и сейчас мы отрабатываем программу на следующий сезон, 2024 год. Представители партии «Алжо» подчеркнули важность взаимодействия с обществом. Ведь это шаг в реализации госполитики. Еще можно будет обратить внимание на то, что я, как в порядке предложения, директору аэропорта предложил, чтобы здесь внутри были государственные флаги. Вы знаете, что, например, даже если взять Турцию, когда вы заезжаете, вы знаете, что везде и всюду красный флаг ихний. Оно, как бы скажем, во-первых, патриотично в идеологическом плане. И те люди, которые летают через наши аэропорта, это стратегический объект, поэтому должны знать, где они приземляются и чья это земля. Дорога, какая бы ни была, представляет всегда опасность. Поэтому важно соблюдать правила. Прием в аэропорту стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов, касающихся безопасности и качества обслуживания воздушного транспорта. Договор о долевом строительстве, противоречащий типовому, признается договором с нарушениями. Об этом сообщает в прокуратуре Уральска. В надзорном органе состоялся брифинг на тему соблюдения законности при долевом строительстве. Заместитель прокурора города рассказал, какие обязательства должен соблюдать застройщик при долевом строительстве. Закон о долевом участии в жилищном строительстве был принят в 2016 году. Согласно этому закону, в таком типе строительства могут принять участие любые организации, получившие на то разрешение. На долевое строительство обязательно лицензия. А договор между строительной компанией и дольщиками должен быть зарегистрирован в местных исполнительных органах. Любая компания может при своем желании принять участие в долевом строительстве, при соблюдении норм денежного законодательства. То есть нельзя однозначно сказать, что компания, которая может привлечена за незаконное долевое участие к определенному ответственности, но при соответствии с всех документами она может дальше работать. То есть здесь, как я обозначил, в санкции статьи 320 нет понятия приостановления строительства. И это сам выбор также непосредственно граждан. То есть, как я уже отметил, любой гражданин должен убедиться, придя к строительной компании, имеется ли разрешение документов, имеется ли проектно-сметодокументация, либо имеется ли у него земельный акт. В текущем году выявлены 24 строительные организации, которые вовлекали денежные средства дольщиков незаконно. Десять из них привлечены к ответственности. По результатам анализа нами было, соответственно, внесено акт прокурс-реагирования, после адреса местных исполнительных органов, по результатам которого в настоящий момент 10 организаций привлечены к административным ответственности. Остальные на стадии рассмотрения. Соглашение между сторонами должно составляться согласно типовому договору. Договор, противоречащий типовому, признается как документ, составленный с нарушениями. Это необходимо знать гражданам. Также прокурор отметил, прежде чем принять участие в долевом строительстве, потенциальные дольщики вправе запросить официальную информацию о деятельности той или иной компании в правоохранительных органах. В октябре курсант института МВД умер из-за воспалений легких, который никто не заметил. Легкие 21-летнего пациента оказались поражены на 80%. Узагубило ситуацию и то, что у парня был врожденный порог сердца. Осложнение в виде инфекционного эндокардита привело к летальному исходу. Подробности у Лейла Уясовой. ЧП в Октюбинском институте МВД. Там скоропостижно скончался 21-летний курсант. По заключению медиков причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Хамбара-бейбола доставили в больницу уже в крайне тяжёлом состоянии. Пациент задыхался и почти не мог передвигаться. Тотальное поражение не возникает за один день. Но в данное время указано, что он себя считает больным 20 дней. Наступил к нам в крайне тяжёлом состоянии. В крайне тяжёлое состояние обусловлено дыхательной недостаточности. Он задыхался. И поэтому мы его госпитализируем в отделении реанимации. Сразу начали интенсивную терапию. К сожалению, спасти больного не удалось. Обследование выявило у него порог сердца. Умерший курсант родом из Туркестанской области. В Ак-Тубе проходил двухмесячные курсы первоначальной подготовки. После чего должен был поступить на службу в полицию области Олутау. В ВУЗе идёт теперь внутренняя проверка. Но руководство считает, что никакой вины сотрудников в случившемся нет. 20 дней он не болел. Как он заболел, по крайней мере, как он к нам обратился, были сразу проведены все исследования. По утрам обходы есть. Наш медик тоже так же делает обход. Есть у него журнал обхода. Все, у кого по состоянию здоровья могут быть освобождены от каких-то строевых, физических упражнений, они освобождаются. По словам врачей, такая запущенная форма пневмонии не могла развиться в короткое время. Уже в реанимации пациент рассказал, что болел около трёх недель. Но в медсанчасть обратился только тогда, когда начался кашель с кровью. Тело курсанта уже забрали домой. В Уральске продолжаются меры по поддержке правовому консультированию и психологической помощи жертвам бытового насилия. По этому поводу проведён семинар-тренинг, который состоялся в городском центре «Семья». В мероприятии активно участвовали школьные психологи и социальные педагоги. Тема бытового насилия становится всё более актуальной в нашей стране. В течение 10 месяцев 2023 года было зарегистрировано 1475 административных правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. Специалисты отмечают, что по 20 фактам возбуждены уголовные дела. Департамент полиции ЗКО ведёт работу по пяти направлениям в борьбе с бытовым насилием. Первое направление – агитационно-разъяснительная работа. Основной источник распространения информации – средства массовой информации сайта и учреждений. Второе направление – защитное предписание. Инспекторы, согласно законодательству, проводят меры профилактики и контролируют агрессоров в течение 30 дней. Кроме того, по жаловым заявлениям, мы привлекаем к административной ответственности. Вы, как вы знаете, с 1 июля внесены изменения дополнений в административный кодекс. Мы перешли от заявительных к выявительным характеру. По выявительным характерам не обязательно требуется заявление потерпевших. Мы можем по факту возбудить, направить суд для принятия решения. Кроме того, привлечение к адмотез и привлечение к уголовной ответственности. В рамках республиканской акции «16 дней активных действий против насилия» проведен семинар-тренинг по теме бытового насилия. Основной целью встречи было ознакомление участников мероприятия с мерами помощи жертвам бытового насилия. Вопрос сейчас актуальный, очень актуальный вопрос. Мы в ходе своей работы тщательно смотрим на поведение детей, настроение детей. И наблюдая их, мы ходим по домам. Конечно, это совместная работа, работа психолога, социального педагога и инспектором школы. Правоохранительные органы, центр «Семья» и кризисные центры для пострадавших от домашнего насилия выразили готовность предоставить содействие тем, кто нуждается в помощи. Амина Махсотова, Олег Писаренко, Аймураджак Парк, телеканал ТДК-42. В АТРА введены в эксплуатацию три детских сада, каждый из которых рассчитан на 290 детей. Здания оснащены современным оборудованием, обеспечивая комфортные условия для обучения дошколят. Кроме этого, до конца текущего года планируется завершение строительства еще шести детских садов. Микрорайон Бирике с населением около 20 тысяч человек, в основном населен молодыми семьями. В этом районе актуален вопрос отсутствия детского сада. Однако с вводом в эксплуатацию новых дошкольных учреждений проблема с местами для детей решается. На открытии одного из детских садов Акимобласти Серик Шапкенов поздравил родителей и детей с запуском нового сада и пожелал успехов воспитателям. Подобные учреждения также были введены в эксплуатацию в микрорайоне Нурсая. Я мать троих детей. Мы очень рады, что в нашем микрорайоне Нурсая открываются три детских сада. Меня впечатлили новые здания для детей. Все внутри оформлено в современном, светлом и теплом стиле, созданном специально для удобства детей. Проблема с детскими садами остается актуальной для всей Атраусской области, в которой насчитывается около 700 тысяч человек. На сегодняшний день в очереди стоят более 17 тысяч детей. Чтобы восполнить этот пробел, местные власти планируют до конца текущего года охватить детскими садами 2600 малышей. Глава государства Касам Жумарт Кемельевич выдал специальное поручение с целью создания благоприятных условий для детей нашей страны по обеспечению им соответствующего образования и воспитания. Ведь дети – наше будущее, и мы обязаны создать для них наилучшие условия, чтобы они могли раскрыть свой потенциал и внести свой вклад в процветание нашей страны. В ближайшие пять лет в Атрау планируется построить около 40 детских садов. На данный момент начато строительство пяти из них. Решить насущную проблему с детскими садами в области планируется к 2027 году. Амина Махсотова, Айбек Куандаков, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42, Атрау. Два с половиной миллиарда тенге выделили на питание школьников в Актюбинской области. Бесплатно кормят учеников начального звена и детей из социально уязвимых слоев населения. В Акимате следят за разнообразием меню и определяют их стоимость. Один школьный обед обходится государству в 507 тенге. Как укладываются в эту сумму арендаторы в столовых, узнавала Лейла Уесова. С этого учебного года всех без исключения учащихся младших классов обеспечили бесплатным горячим питанием. Но, как выяснилось, не все дети имеют возможность питаться в столовых. В устаревших зданиях школ организовали буфеты, а горячие обеды туда доставляют кетеринговые службы. Что касается качества продуктов, то вся еда, которую дают школьникам, под строгим контролем, уверяют чиновники. В школах Актюбинской области бесплатно кормят порядка 70 тысяч учащихся начальных классов. Для этого из бюджета выделили 2,5 миллиарда тенге. Ещё 15 тысяч детей, относящихся к социально уязвимым группам населения, тоже бесплатно питаются за счёт средств фонда всеобучия. На каждого ребёнка государство платит по 507 тенге. Из указанной суммы с вычетом налогов чистыми остаются 435 тенге. При этом в меню должны входить первое и второе блюдо, напитки и фрукты, а ещё салаты, яблоки, кисломолочные продукты. Сами же арендаторы школьных столовых уже заявили, что на такие деньги детей не прокормить. По их словам, утверждённые суммы рассчитаны из себестоимости продуктов на данный момент, без учёта других расходов для приготовления блюд. И это уже не говоря об инфляции. Мы даём молочную продукцию, мы даём рыбу, рыбу, один раз в неделю у нас и мясные продукции. И вообще утром, рано, в 8.40 у нас в некоторых школах есть, потом в 9 чем-то, ребёнок не может есть мясо, котлету, например, с макаронами, котлету с гречкой, рыбу, рыбу, рыбу. Понимаете, это же завтрак, должны быть каши, должны быть, например, бутерброды, вот такое. При этом стоимость школьного обеда утверждается один раз в год, и корректировке в течение года не подлежит. Однако, учитывая рост цен на основные продукты, остаётся только догадываться, как арендаторам столовых удаётся уложиться в утверждённую сумму. Лайла Уэсова, Жумар Кудайбергенов, телеканал ТДК-42, Ак-Тубе. Обитатели западно-казахстанского эколого-биологического центра готовы к зиме. Теплолюбивые животные уже размещены в специальных террариумах и вольерах. Сотрудники центра запаслись необходимым количеством корма для животных. Кроме того, в зимний период центр готов принять школьников и защитников природы для проведения практических занятий. В областном эколого-биологическом центре обитает более 260 видов животных и насчитывается 90 видов растений. Количество обитателей природы увеличивается с каждым годом. В этом году центр заблаговременно позаботился о животных, готовя их к зиме. Животных переселили в тёплое помещение. Всё готово для комфортного времяпровождения обитателей, отмечает директор областного эколого-биологического центра. Мы с улицы перегоняем в тёплое помещение. Для каждого животного у нас есть наблюдение, есть ответственные люди, которые ведут, отслеживают и, согласно графику, перегоняют в тёплое помещение. Центр служит учебной базой для молодых экологов и ветеринарных специалистов. Здесь созданы условия для практической работы. Особенно летом множество детей и учителей навещают животных, привозят им угощения, заботятся и придумывают клички для зверят. Если в колледже у них теории, то здесь практическая. То есть мы с ними вместе работаем на участке, определяют они схожесть глубины посадки, определяют сорные и нужные растения, делают правильно, как нужно делать приствольные круги, как правильно делать подкормку, как правильно делать грядки. Такие вот практические части. По словам специалистов, на складе в достатке огромный запас продуктов и кормов. Это обеспечит обитателей центра всем необходимым в холодное время года. Амина Махсотова, Олег Писаренко и Мураджа Гаппар, телеканал ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Выгодные покупки. Уютный дом с салоном Штор Интерьер. Новое поступление квартирных тканей. Кроме того, дарит скидки только сейчас на определенный товар от 10 до 50%. Действует Каспират и Каспиросрочка. Спешите воспользоваться шансом и нашими услугами. Дизайн окон и пошив штор. Бесплатный замер и выезд дизайнера на дом. Также салон Штор Интерьер приглашает к сотрудничеству дизайнеров Штор и Интерьеров на выгодных условиях. Наш адрес. Угол Тифулина, угол Мухита. Телефон 50 75 64 8 747 590 33 47. Одежда ведущим предоставлена магазином Купер. Бутики мужской одежды Купер расположены в торгово-развлекательном комплексе Сити-Центр на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре Азиамол на первом этаже. Тенга Ки-Зет. Микорайон Северо-Восток 47, торговый дом Астана, поселок Зачиганск, улица Жангерхана, 18-2. Оформите микрокредит в Коке, Тинго или Хава на сумму от 20 до 170 тысяч тенге и выиграйте кругосветное путешествие. Розыгрыш призов каждую неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова